В целях дальнейшего развития рынка оценочных услуг, повышения профессионального уровня оценщиков и качества оказываемых услуг, усиления контроля за объективностью и качеством выполняемых работ в данной сфере, президент Узбекистана Шавкат Марзиаев подписал постановление о мерах по дальнейшему развитию рынка оценочных услуг. Знаете ли вы о том, что профессия оценщика входит в число самых прибыльных и перспективных в мире, занимая седьмую строчку этого своеобразного рейтинга? Например, специалисты, определяющие реальную стоимость всех видов имущества – движимого, недвижимого, долей бизнеса и пакетов акций, земельных участков, нематериальных активов и имущественных прав – были и в древние времена. Однако в странах с транзитной экономикой эта профессия современные очертания приобретает только в последние четверть века. Между тем, в условиях по-настоящему рыночных отношений потребность в квалифицированных оценщиках будет только возрастать. Этим и обусловлена необходимость принятия постановления президента Узбекистана о мерах по дальнейшему развитию рынка оценочных услуг. Что же из себя представляет эта сфера на момент подписания данного документа? Деятельностью в ней занимаются 223 организации, в которых работают 956 специалистов, имеющих квалификационный сертификат. При этом 160 оценочных организаций учреждены лицами, не имеющими отношения к профессии оценщика. Специалисты отмечают и другие недостатки, препятствующие эффективному развитию рынка профессиональных оценочных услуг и повышению уровня доверия клиентов к оценочным организациям. Да, действительно, существует ряд нескольких проблем, которые возникают в сфере деятельности оценочных организаций, которые мешают развитию рыночной экономики. То есть конфликт интересов, возникающих в сфере деятельности оценочных организаций, наличие минимального требования к уставному капиталу, требуется разработка новых стандартов, национальных стандартов, которые будут в дальнейшем отвечать международным требованиям оценочных услуг. Гвоты приемов профильные вузы не учитывают реальную потребность рынка оценочных услуг в квалифицированных кадрах. Только один пример. В 2017 году в Госкомконкуренции для осуществления профессиональной деятельности квалификационный сертификат оценщика получили 142 человека. При этом финансовый институт выпустил только 33 бакалавра и 3 магистра по оценочному делу. Что касается требований к минимальному размеру уставного капитала оценочных организаций, то данным постановлением они отменяются. Так же, как и лицензирование оценочной деятельности. Вместо этого вводится процедура аккредитации оценочных организаций в Центре по аккредитации при Национальном агентстве проектного управления при президенте Республики Узбекистан. А функции Госкомконкуренции по выдаче квалификационного сертификата оценщика и утверждению и пересмотру стандартов оценки имущества передаются Научно-образовательному центру корпоративного управления и НАПУ соответственно. С 1 июля текущего года в Научно-образовательном центре корпоративного управления вводятся специальные курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации оценщиков с выдачей квалификационного сертификата установленного образца при успешной сдаче экзаменов. Научно-образовательном центре корпоративного управления имеется достаточная материально-техническая база, а также интеллектуальная база преподавателей. Необходимо отметить, что впервые в нашей республике внедряется новая система категорирования оценщиков. Будет 4 категории сертифицированный оценщик, оценщик второй категории, первой категории и высшей категории. Для получения категории сертифицированного оценщика кандидат должен проходить обучение и сдать аттестацию. Для получения второй категории, помимо сертификата, он должен иметь не менее 1 года практики, а также 15 самостоятельно выполненных оценочных работ. Для получения высшей категории необходимо иметь не менее 5 лет опыта, а также 35 работ по оценке объектов разного вида. Подытоживая, можем сказать, что внедрена новая система обучения оценщиков, дает очень эффективную и оптимальную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области оценки имущества, особенно оценки бизнеса, оценки банковских и страховых объектов. Кстати, с 1 января следующего года руководителем оценочной организации сможет стать только оценщик первой или высшей категории. При этом имение 51% ее уставного капитала должно принадлежать одному или нескольким ее штатным оценщикам. Это важно почему? Потому что каждый оценщик, который оказывает услуги и развивает эту компанию, он уже здесь будет заинтересован как инвестор. То есть он уже будет принимать дальновидные решения. И это очень хорошо. То есть это опять-таки будет способствовать повышению качества оценщиков услуг на рынке. Еще одно новшество. Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в течение срока действия договора страхования ответственности оценочной организации, устанавливается в объеме не менее 2000 минимальных размеров заработной платы для оценки движимого имущества, 2500 минимальных размеров заработной платы для оценки недвижимого имущества и 3000 минимальных размеров заработной платы для оценки бизнеса. Раньше было требование обязательного страхования, но не было размера страховой суммы. И, конечно, уважающаяся компания, которая делает крупные объекты, конечно, должна себя страховать на, в общем-то, весомую сумму. Те критерии, которые указывают на поставление, они действительно минимальные. То есть оценочная организация может выбирать большие суммы. И это тоже, думаю, будет с одной стороны защищать заказчиков, с другой стороны, накладывать ответственность на оценщиков, ну и будет развивать, конечно, рынок страхования в Забекистане тоже. Кстати, Ассоциация оценочных организаций и Общество оценщиков Узбекистана рекомендовано создать Общественный экспертный совет. Создаваемый Общественный экспертный совет будет оказывать методологическую помощь оценочным организациям, а также оценщикам, в целях улучшения качества оказываемых услуг. Кроме того, Создаваемый экспертный совет будет проводить экспертизу отчетов об оценке и предоставлять свои рекомендации. Предполагается, что в общественный экспертный совет будут привлекаться специалисты из различных сфер экономики и права. В постановлении оговаривается, что оценщик не может привлекаться оценочной организацией к проведению оценочных работ, если он состоит в штате другой аналогичной структуры. Вмешательство заказчика, либо иных лиц в его деятельность, если это может негативно повлиять на достоверность результата работы, не допускается. А обязанности сообщать о невозможности своего участия в проведении оценки вследствие возникновения препятствующих обстоятельств возложено на самих оценщиков. Особо приятно отметить то, что постановлением вводятся ограничения для проведения экспертизы достоверности отчетов об оценке. В постановлении конкретно указывается перечень лиц, которым запрещается проведение экспертизы отчета об оценке. В частности, собственник или учредитель, кредитор, страховщик оценочной организации, проводивший оценку. Собственник, учредитель, кредитор, работник, заказчик и лицо, имеющий какие-либо имущественные интересы к объекту оценки. Установлено, что выбор оценочной организации для проведения оценки имущества принадлежащего государству, а также объектов, приобретаемых государством, осуществляется в соответствии с законодательством о госзакупках. Постановлением президента, ряду министерств и ведомств Узбекистана даны поручения, касающиеся мер по дальнейшему развитию рынка оценочных услуг. Это постановление также пытается решить этот вопрос путем приведения местных национальных стандартов в соответствии с международными стандартами. На мой взгляд, это позволит нашим местным оценщикам разговаривать и вести свою деятельность, скажем так, на универсальном международном языке. Оценка по достоинству зависит от достоинств самого оценщика, говорят хорошо себе знающую цену представители этой профессии, подразумевая необходимость наличия в специалистах данного профиля таких качеств, как восприимчивость к новой информации и умение анализировать и структурировать ее, ясно и лаконично излагать свои мысли, принимать обоснованные и ответственные решения в условиях цитнота. Подготовка таких кадров в совокупности с другими мерами, предусмотренными решением главы государства, и должна изменить ситуацию на рынке оценочных услуг, чтобы привести ее в соответствие с требованиями дня и международными стандартами в этой сфере.